Последнее выступление Баха в Катаре на пляжных играх, на генассамблее. Одной из проблем современного Олимпийского движения он назвал, конечно, политическое вмешательство. В Хартии, если вы посмотрите, там все написано в Хартии, в Хартии мудрейший документ, что мы не должны допускать вмешательство политиков в нашу деятельность. И вот сколько существует истории Олимпийского движения, все равно они стараются вмешиваться в это. И всегда Олимпийское движение сопротивлялось этому. Я думаю, что и сейчас настало время, когда, как бы, с одной стороны политики вмешиваются. С другой стороны, крупный бизнес вмешивается. Президент МОК, вот в том выступлении, которое мне говорил, об этом тоже сказал, что не деньги должны править, так сказать, олимпийским движением, а прежде всего олимпийская идея, которая заложена в Хартии. Излишняя коммерциализация – это тоже проблема современного Олимпийской. Излишняя политизация, коммерциализация. Эти умные люди, как говорят, истина лежит посередине. Да, хорошо, что у нас миллиарды долларов. Мы получаем их от кого? От американских телевизионных компаний. А потом американские телевизионные компании начинают нам диктовать. Это же было совсем необычным, когда в Пинчане в прошлом году фигурное катание начиналось в 9 утра. Такого никогда не было. Да, а почему в 9 утра? Чтобы американский зритель в 7 вечера взял банку Кока-Колы и онлайн смотрел трансляцию из Кореи, где разница во времени. Трудно. Трудно и вот Тому Субаху очень трудно сейчас. Ему очень трудно, на самом деле. Проявлять надо недюжинную мудрость для того, чтобы в этих условиях принимать правильные решения. Если мы сохраним нашу автономность от политики, от коммерции, от религиозных каких-то влияний, тогда мы будем прогрессировать.